Российский дипломат, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации с 1991-1993 год, но так принято просто буду говорить, экс-замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе. Георгий, здрасте, дорогой. Я вас прошу установить прыгающий телефон и сказать мне что-нибудь, чтобы я понял, что вы меня слышали. Добрый вечер, Матвей Юрьевич. Добрый вечер, добрый вечер. Давайте сразу с кем как ни с вами поговорить о международных делах и давайте сразу с вами посмотрим первое видео. Путин выдал новую порцию во всем виноват проклятый Запад в рамках поездки на завонт в Улан-Удэ. Давайте посмотрим. Чем идеологически противоречит с бывшим Советским Союзом. И тут же, вот это вы все уже хорошо знаете, началось давление для того, чтобы раскачать саму Россию. Пятую колонну начали создавать внутри, чтобы раскачивать внутри политическую ситуацию. Наслали нас целые орды международных теористов, которые в разных регионах страны начали действовать, в том числе и прежде всего на Северном Кавказе. Это же все мы проходили. Знаете, что меня поражает? Не то, что он говорит, а как он говорит. Он говорит абсолютно спокойно. Вообще вот эта вот манера говорить, вот извините за неакадемическое выражение, фигню, с невероятным спокойствием и с такой, понимаете, ну президентской очевидностью, меня это поражает. Но бог с ним, это по форме, а вот по сути, что бы вы сказали о этих словах и вообще о позиции Путина по поводу Запада? Ну он же говорит, что в Украине нет войны, есть война с Западом. Ну, конечно, когда сейчас исход войны в общем, мягко говоря, не ясен. Точнее, можно предположить, что война закончится победой Украины. Единственный способ каким-то образом, как кажется, господину Путину спасти свое лицо, это объявить, что Россия воюет со всем миром. Но со всем миром, конечно, за три дня не получится управиться. Нужно, может быть, дней десять, ну а может и год, кто его знает. А вот мне кажется, что он в данном случае не играет, он действительно в это верит. Он действительно в это верит. Собственно говоря, поскольку, ну, как говорят, вот я сегодня прощал, что, дескать, где-то в российском каком-то источнике, что своего оружия у Украины уже не осталось, поэтому Украина потерпела поражение. А воюет она сейчас, собственно, оружием, которое собрано с миру по нитке. Ну вот, да, но, тем не менее, рано или поздно Россия победит. Вот, меня это и не удивляет, и даже уже не огорчает. Обычная такая бояга, что называется. Но, с другой стороны, я не могу не оценить храбрость и отвагу нашего президента, который выбрался аж в город Улан-Удэ. Если это не постановка где-то в павильоне, то, да, наверное... Причем самолетом. Нет, 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 не в павильоне, и я вам сейчас покажу доказательства. Второе видео. В Улан-Удэ к приезду Путина покрасили остановки. Ну, когда он будет ехать, чтобы было красиво. Но только с лицевой стороны. А также сделали новую разметку. Вот, давайте посмотрим. Разметочка новая. Покрашенные бордюры. Покрашенная остановка. С лицевой части покрашена. А вот, куда-то мы уже не увидели. Ну, вот так. И, знаете, для меня это совершенно прелестно, потому что очень многие сюжеты из Российской Федерации нынешней напоминают мне мою студенческую юность, когда то же самое делали к приезду кого-то из членов политбюро в какие-то там города. Я помню, я помню, когда жил в Киеве. Простите, еще два слова скажу. Я тогда жил в Киеве. Я помню, когда еще ученьком школы был. И когда там кто-то приезжал из Москвы, то это были самые радостные для меня моменты, потому что Киев становился невероятно красивый. Даже зимой при минус 28 градусах мороза. Цветы откуда-то появлялись. В общем, люблю такие сюжеты. Ну, пожалуйста, вам слово. Я хотел только добавить, что было бы это летом, наверняка покрасили бы траву. Но зимой там и нет. Да. Ну, все же. Вот меня очень смутила одна ваша фраза. Вы сказали, что... Вы про жены, что он говорит столь уверенно, что он в это верит. Но как можно верить в это, если у тебя есть разведка внешняя, внутренняя, у тебя есть данные, у тебя есть шпионы, у тебя есть агенты и так далее, и так далее. Ну, если это театр для того, чтобы, например, вести войну до 24-го года и переизбраться в президенты, это я понимаю. Но то, что верить, что действительно это правда, ну, как-то я не знаю, ну, разубедите меня. Я не могу в это поверить. Да нет, я вполне допускаю, что верит. Вполне допускаю, что верит. А разведка, она, понятное дело, некачественная. Помните, как глава службы внешней разведки на том знаменитом заседании Совета безопасности, он рабел как школьник. Он пытался угадать, какой ответ от него ждет верховный главнокомандующий. А верховный главнокомандующий с удовольствием наблюдал, как теряется его подчиненный. Ну, вот если директор национальной разведки, внешней разведки, ведет себя таким образом, то можете не сомневаться, его подчиненные делают все, от них завище, чтобы убедить великого вождя в том, что он говорит. Ну, он и говорит. Он, как он, собственно, он же от мира оторван. Все же. Телевизор он смотрит, если разве что программу, там, скобеевый какой-нибудь, а вот компьютером он не пользуется в интернете. Он не бывает? Да, бросьте. Ну, слушайте. Я уверен, я всегда говорю, я уверен, что он и на порно-сайты ходит. Да, перестаньте. Ну, Георгий, дорогой, что это такое? Вы считаете, что он дома кошечку гладит? Ну, бросьте. Кошечку он не гладит. Чем он занимается, я не знаю. Может, плавает в бассейне. Но то, что он в это реально верит, или, в общем, умело изображает искреннюю веру в то, что он говорит, у меня сомнений нет. Хорошо. Давайте перед тем, как мы посмотрим третье видео, это про соглашение по вывозу зерна из украинских портов, я хотел спросить вас по поводу визита Сидзипиня, генсека Компартии Китая, в очередной раз переназначенного. Ну, я так понимаю, пожизненно, но суть не в этом. Вот он приедет говорить с Путиным. Если приедет, вот я уже был сказал, что там какая-то разноголосица. Если он приедет говорить с Путиным, а Россия уже сказала по поводу этого мирного плана, который предложил из 12 пунктов, что он ей не подходит. Сейчас не будем анализировать, чем именно не подходит. В чем смысл этого визита? Ну, я не думаю, что Си Цзиньпин едет сюда для того, чтобы убедить Путина согласиться с его планом, хотя бы потому, что этот план не подходит прежде всего остальному миру, от Украины до Новой Зеландии. Поэтому шансов на то, что этот план будет каким-то образом, как говорили раньше на партсобраниях, взят за основу, шансов, по-моему, нет. Что касается визита Си Цзиньпиня, ну, здесь, в общем, возможно, разные, как говорится, варианты. А вот в частности, например, наверное, великий китайский вождь захочет поинтересоваться, поинтересуется у своего российского друга, и теперь уже, ну, более-менее соратника, опытом ведения войны в соседней стране. Поскольку, в общем, конечно, все говорят о том, что происходит на политой крови земле Украины, на земле Украины, но китайцы при этом, конечно же, держат в уме Тайвань. Вот. И в этом смысле раньше говорили так, когда только началась спецоперация наша пресловутая, говорили так, что вот китайцы посмотрят, как быстро Россия призовет к порядку весь мир и поработит, ну, или присоединит к себе Украину, а вот посмотрят китайцы на это и тоже решатся сделать что-то подобное в отношении Тайваня. Ну, и вы считаете, может быть, при всех подписанных договорах Тайваня с Соединенными Штатами Америки Китай может решиться на агрессивные действия в отношении Тайваня? Ну, понимаете, какая штука. В конечном счете Соединенные Штаты Америки и весь остальной мир, включая Россию, да и Украину тоже, не признает власти Тайваня в качестве законных представителей своего государства. И в этом смысле вопрос о Тайване он несколько в стороне от этой нынешней картины. Во-вторых, именно потому, что Соединенные Штаты не признают Тайвань в качестве самостоятельного, суверенного государства, а между ними не может быть заключено никаких обязательных к исполнению международных государственных договоров. Есть некое понимание, которое было выработано еще при жизни Дэн Сяопина, о том, что Соединенные Штаты Америки считают безопасность Тайваня своим ключевым национальным интересом на Дальнем Востоке. И что со своей стороны Китай эту позицию, ну, есть такая формулировка, уважает, понимает. Но при этом всегда подчеркивается в подтексте, что уважает, понимает, но не признает. Так или иначе, конечно же, все понимают в мире, что в случае, если Китай попытается осуществить десантную операцию на Тайване, ему помогут практически все страны коллективного Запада, включая такие западные страны, как Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию и прочие. Так что, нет, конечно же, я думаю, что сейчас шансов на то, чтобы Китай решился затеять нечто подобное тому, что творит Россия в Украине, шансов немного. Причина — это три. Ну, первое, это, разумеется, позиция США. Второе — это то, что, в общем, десантная операция на Тайване была бы чудовищно сложной и сопровождалась бы огромными жертвами. Вроде бы, кажется, крошечный Тайвань и огромный Китай. Ну, и, наконец, в-третьих, главное, что сдерживает Китай от каких-то резких отношений к Тайване, это то, что он по состоянию на сегодня считает себя Китаем. То есть, иными словами, речь идет о том, что, в общем, да, две части китайского пространства, они как бы разъединены. При этом они имеют очень неплохие отношения между собой. Китайцы с материка ездят отдыхать на Тайвань, тайваньцы ездят в материковый Китай. Никаких здесь трудностей, проблем нету. Поэтому я думаю, что вот это вот положение, до тех пор, пока оно сохраняется, оно является как бы гарантией того, что войны не случится. Извините, я прерву вас, дорогой Георгий. Я прерву вас немного, потому что есть сюжеты, которые я вам хочу показать, то есть, чтобы не сидеть на одной теме. Значит, важная вещь... Извините, Материн. Да-да, пожалуйста. Я только запрещу. Напротив, если и когда на Тайване придет к власти правительство, которое провозгласит Тайвань независимым государством, то есть, не Китаем, а отдельным государством, вот тогда опасность войны между КНР и Тайванем будет максимальна за всю историю их взаимоотношений. Хорошо. Теперь давайте коснемся важной вещи для Украины. Простите, дорогой Георгий, просто, ну, у нас мы же сюжеты подготовили. Да-да, давайте. Все-таки телевидение. Значит, смотрите. Ну, вы помните историю с вывозом зерна, и я напомню телезрителям, что было заключено, поскольку Украина не хотела заключать договор непосредственно с Российской Федерацией, чтобы как бы сидеть за одним столом, то были два таких триумвирата. То есть, Украина, Турция, ООН, Россия, Турция, ООН. Это очень важно. Это два разных соглашения, чтобы не думали, что это одно соглашение. Это такой подход имел свои последствия. Короче говоря, решили, значит, это действовало 120 дней, возили зерно туда-сюда, туда-сюда, и потом закончилось это соглашение. Перестали возить зерно. И вот действие соглашения по вывозу зерна из украинских портов, срок которого иссякает 18 марта, продлено на 60 дней. Продление зерновой сделки на 60 дней вместо 120 связано с неравномерным выполнением ее условий этой сделки. Об этом заявила пресс-секретарь МИДа Мария Захарова. Давайте послушаем. Нужно ориентироваться не на требования шантажистов, которые себя заморали экстремизмом и терроризмом, а на то, о чем мы всегда говорили на международное право и на соблюдение законов. Это во-первых. Во-вторых, мы неоднократно и публично, и по дипломатическим каналам разъясняли нашу позицию. Речь идет о пакетной сделке. Речь идет о договоренности, состоящей из двух частей. Именно так ее презентовал господин Путевериш, руководитель Министерства и обе части этой сделки должны в равной степени выполняться. Любые махинации недопустимы. Ну, понимаете, я показал вот этот, вот этот, значит... А, вот еще. В свою очередь, Песков заявил, что это жест доброй воли со стороны Российской Федерации. То есть эти 60 дней. Я хочу сказать, что в информационном смысле то, что сказала Захарова, кроме оскорбления очередного Украины, что террористы, нацисты, и там, что она говорила, никаких пояснений она не дала. И это очень странно, потому что что значит, ну, как бы, нарушение? Это же за нарушениями следит господин Путевериш. И много-много разных организаций стоят за этим. В общем, мне кажется, моя точка зрения субъективная, что Россия просто делает козу. Вот так вот. Вот вы хотите на 120, будет на 60, а хотели бы на 60, будет на 30. Что думаете? Столько коротко, там у нас еще видео есть хорошее. Ну, я думаю, что здесь напрашивается сталинский вопрос, который был рисован Папе Римскому. Сколько у Папы Римского дивизий? Вот я тоже спрошу, сколько дивизий у Успогина Гутерриша для того, чтобы настоять на своем? Ответ – ноль. А вот разговоры о том, что ссылки на международное право, когда этими ссылками оперирует такая петая дама, как госпожа Захарова, они, конечно, вызывают изумление. Потому что уж казалось бы, а в практике российской внешней политики последние годы, а последний год особенно, международное право даже не ночевало. И тут вдруг возникает вопрос о том, что вот, дескать, международное право. Ну и, наконец, в-третьих, в общем, так или иначе, экспорт зерна будет продолжаться. В этом экспорте заинтересована не только Украина, но и Россия. Она тоже вывозит свое зерно. И все прекрасно понимают, что если речь идет о вывозе зерна российского через Черное море, то в случае, если эта сделка провалится, велики, на мой взгляд, шансы на то, что Турция закрыт Черноморские проливы для прохода вот этих вот судов с зерном, если они будут идти из России. А в Украинске, естественно, не будут допускаться. Поэтому думаю, что это большее сотрясание воздуха, конечно. Хотя, я думаю, что в общем все давно уже поняли, чего стоит честное слово российской дипломатии. Как говорится, мы волки своему слову хозяева. Вот вы упомянули про дипломатию. Давайте еще одного дипломата послушаем, наверное, главного. Тут произошло такое событие. Ну, вот знаете, все может быть, но некоторые вещи, они вот этот Господь так придумал, и ты не понимаешь, что это такое. Вот мы знаем с вами слово такое, например, русофоб. Вот мы знаем. Значит, русофоб. А есть слово русофил. То есть тот, кто любит вот как бы русское, русскую культуру, русских людей, ну, русофил. Но я никогда не думал, что пройдет Конгресс Международного Движения Русофилов, который организовала, естественно, Российская Федерация. Вот, ну, вот не не входит у меня в голову это. Ну, ладно. Значит, сейчас выступит ваш любимчик Лавров. Значит, сегодня прошел конкурс, Конгресс Международного Движения Русофилов. В рамках этого мероприятия выступил Лавров. И послушайте, что он сказал. Как, конечно же, Лавров никогда не лжет. Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Посмотрите, сейчас в период ожесточенной гибридной войны мы никого не заставляем занимать ту или иную позицию. Страны глобального юга, мировое большинство, они в состоянии сделать выводы сами. Мы все взрослые, давайте не будем пытаться относиться к кому-то свысока, как это делают наши западные коллеги, публично требуя от всех подряд, включая страны, представляющие древнейшие великие цивилизации, выполнять их приказы. Вот в чем разница между тем, во что сейчас вырождается западная цивилизация, которая одержима своим величием, своей исключительностью, и которая действительно сейчас бьется не на жизнь, а на смерть для того, чтобы всеми правдами и неправдами сохранить или попытаться удержать ускользающую от нее господство на мировой арене. Ну вот, такое. А к этому я хочу добавить новостюшку, которую я нашел про еще одного нашего с вами общего знакомого. Значит, голливудский актер, продюсер и сценарист Стивен Сигал, вы его знаете по фильмам, считает себя на миллион процентов русским. Об этом он заявил в ходе учредительного конгресса международного движения русофилов. Это я просто, ну так сказать, это новость и обязан ее сказать. Ну так чего, запишемся туда, Георгий? Нет, вряд ли лично я туда записался бы, просто потому, что в общем все это чистая потемкинская деревня, а вот в России есть, точнее, ну да, советская еще давняя традиция создавать такие вот организации, тратить на них деньги, привозить их в страну, содержать их в России и за ее пределами, в них на родине, а вот ничего в этом, честно говоря, особенного нету. Ну а что касается Сигала, то он мягко говоря, не очень умный человек, а вот а может быть как Депардье, может быть ему тоже где-нибудь в Сыктывкаре квартиру подарили, больше не знаю. Не, так вы же знаете, что Депардье уехал? Депардье уехал, сдал русский паспорт, все. Ну тогда как раз квартира освободилась, ее могут подарить Сигалу. Нет, ничего в этом особенного нету, ничего в этом особенного нету, в общем, это довольно стандартный прием таких организаций в советское время, Советский Союз плодил в товарном количестве. Ну будет еще одна организация. Помните Комитет защиты мира? Да, ну, примеру. Нет, была еще организация называлась ВОКС, которая потом стала Союзом Советских Обществ Дружбы за границей, естественно. А вот потом их выселили и поселили туда посольство ФРГ. А ничего тут особенного нету, я даже не знаю, нечего здесь объяснять. Другое дело, что в общем мне по-человечески немного обидно все-таки за Лаврова. Вот кажется, все уже сказано, все понимают, и тем не менее мне за него обидно. Там за какой-нибудь Захарову или, прости Господи, Соловьеву мне совершенно не обидно. Почему они меня не интересуют? А вот Лавров очень способный человек, очень веселый человек, песни пел под гитару, у него были хорошие отношения, и как дипломата его действительно реально ценили в мире. Сейчас все это уже в прошлом. Вот мы видим человек, на лице которого Маска, который повторяет какие-то достаточно, на мой взгляд, ущербные тезисы. А, Георгий, скажите, почему он не уйдет в отставку? Ну, он пенсионного возраста человек, зачем он себя в это вставляет? Он же умный. Помните такого российского, советского, точнее, военного разведчика Виктор Суворов, у него был литературный псевдоним, вот он первую свою книгу писал, когда обосновался в Англии, о том, как его принимали в ГРУ. И как ему было сказано, правила простые, вход в организацию рубль, выход 10. А вот, и я думаю, что примерно в том же положении находится Лавров. Я думаю, что отставка ему не светит. Он будет находиться на своем посту до тех пор, пока его оттуда не попросят. А вряд ли его оттуда попросят, в том числе и потому, что, в общем, дипломаты, они же тоже не на облаке живут. Они все прекрасно понимают. и я думаю, что охотников занять этот пост будет настоящего немного. Ну, разве что назначат на этот пост младшего патрушева, например. А что, хороший-то он хочет, он уже сейчас министр. Он будет министром иностранных делов. Ну что ж, спасибо вам большое, Георгий. Я благодарю вас, что вы были с нами. Интересно, интересно, интересно. Значит, вот бедный Лавров будет на своей должности. Ну, что делать? Понимаете, что поделать? Спасибо вам большое, что вы были с нами. Георгий Кунадзе, экс-заместитель министра иностранных дел, правда, в дальние времена российский дипломат, ну, в общем, человек с позицией.